М1 Глобал М2 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 Глобал Тоже там Рубака парень, я его выиграл. Второй Андерс Биргельс, он живет в Германии, сам бразильский корни. И третий, вот сейчас, ну это самый серьезный бразилец, который был. То есть он в белаторе дрался и очень хороший рекорд у него, там с очень крутыми боями. То есть для меня это был сейчас этап. Я хотел посмотреть, чего я стою, в принципе, сейчас я посмотрю, чего я стоил, на самом деле. Расскажи, как сложился бой, как теперь, без травм ли, и когда хотел бы следующий бой теперь? Ну в этом году, я думаю, не буду уже драться, я уже третий бой в году провел. Да в ближайшее время я сейчас, нога чуть болит, там, ушибы от лоу-киков стандартные. Подзалечусь, да и буду сейчас железом работать, силовые набирать. И я думаю, что на недельке уже появлюсь в зале. Ребята, ждите меня, буду начать тренировать их, а то я готовился, не уделял время ребятам своим. Мне очень стыдно, я исправлюсь, парни, извиняюсь. Расскажи о своей подготовке, как она проходила, кто помогал и сколько времени тебе пришлось? На этот раз я за три месяца готовился, начал работать с железом. Первый раз никогда так не делал, меня сразу распёрло. С Антоном Амельным работал, с Ильё Костюшкиным, вот у меня диетолог новый, Кришка Андыба. Мы сейчас схемы выстраивали новые по диете, по питанию. Я качался, потом поехал в Краснодар, месяц с ребятами тренировался в Краснодаре в клубе «Кузня». Приехал здесь, месяц дорабатывал. В принципе, полноценная подготовка получилась. Спасибо ребятам с Рязани, которые приезжали к нам на сборы. Ну и питерскому клубу «Сечь». Мы большая команда, большая семья. Мы работаем, растём, нас всё больше и больше, мы всё сильнее и сильнее. И надо действительно отметить, что плод ваших трудов – это был зрелищный бой. Да, спасибо, я не знаю пока, надо посмотреть. Расскажи, вот сегодня действительно целый сектор ледового, ведущий обозначил порядка 700 человек. Скажи, как удаётся собирать? Это друзья, это поклонники? Это друзья, поклонники. Я думаю, что людям нравится, когда бои в стойке проходят, когда пытаешься красиво что-то сделать, там, бэкс, ты не знаю, вертушки. Сегодня не очень много этого получилось. Но я стараюсь, вот, и у меня большая поддержка. Я говорю, у нас большая команда, мы тренируемся вместе. Мы семья большая, вот, поэтому чем больше семья, тем больше народу. Расскажи о своих амбициях в твоём весе. Кого видишь, кого бы ты хотел следующим соперникам? Я повторюсь, думаю, что сейчас следующий – это Шахат Рафмонов. Он идёт сейчас без поражения в М1, тоже очень серьёзный боец, очень интересный боец. И мне интересно было бы с ним подраться. Я думаю, мы устроим с ним интересную схватку. Шахат, я иду за тобой. Сергей, спасибо большое за интервью. Может быть, несколько слов ещё болельщикам, кто по телевизору смотрел и в интернете? Ребята знаю очень много, писали мне, поддерживали со всех городов. Приятно, очень приятно. Верьте в меня, мы будем чемпионами. И с большой радостью, если у меня получится приехать в какой-нибудь из городов, я проведу там мастер-класс, семинары, просто пофотуемся, пообщаемся. Я всегда рад. И я думаю, что в каждом городе готов каждому время уделить, пообщаться, хоть пару слов перекинуться, сфотографироваться. Я только за продвижение спорта. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.